Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас пойдет речь о печати документов в Excel. Как выводить на печать, как печатать большие документы. В общем, будет очень много интересного. Оставайтесь и сами в этом убедитесь. Так, первая задача у нас сегодня будет являться, это вывести на печать диапазон A1D20, соответственно, он выделен цветом. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо нажать Ctrl F2, это горячие клавиши для предварительного просмотра. Соответственно, убедиться, что у нас лист находится в вертикальной ориентации, выбрать ориентацию, альбомная. После чего мы еще раз нажимаем Ctrl F2, Escape, и видим то, что у нас таблица находится в левом верхнем углу. Нажимаем Escape, далее заходим в параметры страницы. Здесь мы можем выбрать поля, соответственно, центрировать по горизонтали и по вертикали. Видите, да, как положение листа теперь у нас будет находиться. Нажимаем Ctrl F2 и видим результат. Далее, если мы с этой областью печатью закончили, нажали убрать. Да, и теперь у нас также будет выводиться целая таблица. Если нам необходимо выделить какие-то особенные строчки, мы выделяем, заходим в область печати, задать. И теперь на печати у нас будет выводиться только эта часть таблицы. Окей, идем далее. Задача номер 2 заключается в том, что нам необходимо уместить все в один лист. Как всегда, мы нажимаем Ctrl F2. Ctrl F2 дает нам четкое понимание, что сейчас творится в листе. То есть, мы понимаем, какой размер сейчас у нас в данном случае на 4 листа страницы помещаются. То есть, если вы обратите внимание, у нас есть пунктирная линия разметки, которая появляется после нажатия Ctrl F2. Вот. Она сигнализирует то, что у нас не вмещаются крайние три строки и столбец D. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем руками поставить масштаб поменьше, допустим, 90. Нажать Enter. Нажать Ctrl F2. И видим, что у нас таблица поместилась на один лист, как мы это и планировали. В том случае, если вам неохота руками подбирать проценты, можем использовать автоматическую ширину на одну страницу. И, соответственно, автоматическую высоту одной страницы. Да, тем самым у нас масштаб получился 94. Его можно было подогнать вручную. Да, за нас это сделал компьютер, за что ему отдельное спасибо. Вот. И тем самым мы упестили таблицу на один лист. И теперь она готова к распечатке. Теперь поставьте видео на паузу, поставьте лайк. И напишите в комментариях одним из этих ключевых слов. Печать таблицы в Excel. Как распечатать таблицу в Excel. Как перевернуть таблицу в Excel. То есть это развернуть лист из альбомной ориентации, вертикальную и наоборот. Идем далее. Задача номер 3 у нас заключается в том, что нам необходимо скрыть столбец D и добавить в представление количество дней с индиодом меньше 4. То есть если количество дней менее 4, значит нам необходимо его добавлять. У нас есть специальный инструмент, который называется представление. Представление это вид таблицы в определенный промежуток времени с настройками печати и фильтрами. Нажимаем скрыть и выбираем количество дней меньше 4 и 4 включительно. Окей. Заходим во вкладку вид представления. И у нас появляется окно представления. Нажимаем добавить. Даем имя представления, задача 3, то есть идет привязка к листу до задачи 3, количество дней 4. Ставим галочку параметры печати, если в этом есть необходимость. В данном случае мы их не задавали. И далее можно поставить скрытые строки и столбцы и параметры фильтра. Мы их использовали, поэтому оно нам необходимо. Нажимаем окей. Далее показываем скрытые столбцы и снимаем фильтр. Заходим в главную, фильтр, снять. То есть у нас получилась первоначальная таблица. Если мы переходим в вид представления, и соответственно здесь мы используем наше представление, нажимаем применить. Как мы видим, результат не заставил себя долго ждать. В количестве дней у нас находятся все значения, которые у нас меньше 4. И соответственно скрыт столбец и выбраны параметры, которые мы указывали. То есть это очень удобно, если вы отправляете документ, да, надобавляли представление для печати, для фильтров, да, и человек может спокойно зайти в представление, выбрать здесь нужное и соответственно его применить. Что касается представления, его нельзя редактировать. Да, его можно только удалить и сделать заново. Это необходимо учитывать в дальнейшем. Следующая задача, это задача у нас 4. Здесь мы распечатываем документ, который у нас физически находится на ширине больше, чем несколько листов. То есть если мы просто так возьмем и отправим на печать, у нас получится таблица из трех листов, да, непонятно к чему относящаяся. Именно поэтому у нас в Excel есть специальный инструмент, который называется сквозные строки и сквозные столбцы. И с помощью него как раз таки мы и будем решать эту задачу. Мы заходим в разметку страницы. Далее выбираем сквозные строки и столбцы в листе. И здесь у нас сквозная строка, это первая обязательно, да, потому что ее необходимо видеть на каждой странице. И, соответственно, сквозной столбец, это столбец А. Теперь после вывода на печать, если мы нажмем ОК, у нас получится то, что на печати мы видим, да, сквозной столбец первый и сквозную строку. Соответственно, количество листов увеличилось за счет того, что первый столбец у нас имеется на каждом листе. Количество дней и даты здесь не обязательно, потому что ее можно посмотреть по графику. Да, то есть мы видим, что разметка фундамента у нас проходит пять дней до начала десятого, до окончания четырнадцатого, соответственно. Вот, и так на каждом листе. Это очень удобно, когда вы имеете дело с большими документами. ОК. И заключительная задача на сегодня у нас будет задача пять, в которой нам необходимо убрать ошибки при печати и распечатать примечания. Смотрите, дело в том, что в данном случае у нас задержалась машина с песком, и у нас нет возможности отсыпать под фундамент песок. Да, отсыпка песка под фундамент. Это написал прораб, да, то есть он написал, машина песка не может подъехать из-за ремонта моста от двух до семи дней. Вот, чтобы каждому этого человеку не повторять, который находится выше, чем прораб на объекте, ему необходимо сделать что? Ему необходимо распечатать примечания, и чтобы человек понял, что именно по этой причине сейчас нет технической возможности сделать отсыпку. Также за счет того, что здесь у нас нету периода дней, да, определенного, то есть он не знает, какое число дней понадобится для ремонта моста, которые мешают проехать вирусовику, ему необходимо убрать также при печати и ошибке. Смотрим, что сейчас у нас на печати, да, сейчас у нас два листа, чтобы у нас лист поместился, соответственно, мы берем ширину одной страницы, проверяем еще разок, Ctrl F2, отлично. И вы видите, что у нас идут значения, да, до конца листа, потому что примечания в количестве дней, да, у нас не видно. Для этого мы заходим в разметку страницы, далее выбираем параметры печати, и, соответственно, во вкладке «Лист» нам необходимо выбрать примечание, печатать в конце листа, то есть после того, как печать листа произойдет, он будет выведен в нижней его части. И, соответственно, ошибки можно выбрать или их полностью нет, или просто двойные дефисы. В данном случае это двойные дефисы, они будут демонстрировать то, что период окончания работы неизвестен. Как мы видим, ничего не поменялось в таблице. Хотя, если мы нажмем F2, выберем принтер для печати PDF, и нажмем «Печатать», да, соответственно, на рабочем столе у нас появится документ, который будет демонстрировать все это наилучшим образом. Проходит печать, открываем документ, и видим, да, то, что за место ошибок у нас вывелись две двойные черточки, а, соответственно, примечания напечатались в конце листа. Да, то есть мы видим, это первая задача, да, соответственно, в ячейке B12 у нас примечание, что из-за ремонта моста от двух до семи дней. Теперь сразу стало все доступно и понятно, что и требовалось доказать. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшнее занятие. Если вы не написали комментарий, сейчас это самое время сделать. Напишите комментарий с ключевыми словами «Печать таблицы», «Как распечатать таблицу в Excel» и «Как перевернуть таблицу в Excel». На этом все. Всем отличной продуктивной недели. До следующей среды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok